Девушки отдыхают На самом деле я хотел позвонить тебе и поблагодарить, но мама сказала, что ты очень занят. Но потом в спешке я забыла. За что благодарить-то? Ведь ты позволил мне зарегистрироваться в ВУЗе. Когда ты орала и кричала, я подумала, что ты никогда не одобришь это. Но... Я не отоценивал тебя. Мне очень стыдно за это. Где мама? У нее были какие-то дела, но она скоро придет. Пойдем со мной, если хочешь. О, дядя и его семья очень удивятся возить тебя. Хедие! Хедие, ты можешь, пожалуйста, остановиться? Что вы делаете, господин Тарк? Сейчас же кто-то может увидеть. Я могу подвезти до дома. Не стоит, я сама могу дойти. Хедие! Хедие, мы едем в одно и то же место. Не хочу я тебя здесь оставлять. Садись, я подвезу тебя. Молю, оставьте меня в покое. Сказал же, сама доеду. Держитесь у меня подальше. Мне этого достаточно. Ладно, я буду держаться подальше от тебя. Но, пожалуйста, позволь мне довезти тебя до дома. Послушайте, господин Тарк, у нас у обоих есть семья. Если кто-то увидит нас здесь, вот так вот, как мы объясним это людям, а? Да, Слэм. Мама, где ты? Ты уже в пути? Да, я иду. Что такое? Папочка пришел. Он спрашивает тебя. Привет всем. Что происходит? Вы чего так замолчали, будто увидели привидение? Разве вы не рады меня видеть? Добро пожаловать, Дженгиз. Извини, мы просто удивились. Да ничего. Привет, тетушка, привет. Брат Яшар, как ты? Ой, братишка мой. Приветствую, Дженгиз. Привет, садись. Привет, Дженгиз. Знаете, я так устал. Ну, конечно, от того, что я вожу грузы, у меня уже руки и ноги начали отказываться. Мама скоро будет здесь, папочка. Если ты голоден, до ее прихода я могу что-нибудь приготовить себе. Подожди, пусть твоя мама придет. Если останется, я аппетит, что-нибудь покушаю. Кстати, а это? Ты чай завари, а еду потом. Ты сиди, дорогая, я заварю чай. Ну что, брат Яшар, как ты, как твоя рука? Все нормально с тобой? Нормально, нормально. У тебя как дела? Да, слава богу, все нормально, брат. А что делать? Я работаю. Все-таки у меня дочка учится. Да, работать нужно, это важно. Конечно, конечно. Возьми, сыночек. Спасибо. Пей на здоровье. Ну? Что ты сегодня будешь делать? Ну, то есть, у тебя уже есть какие-то планы? Нет, но... Почему ты спрашиваешь, есть предложение? Да. Я вот хочу предложить, может быть, нам все вместе пойти поужинать? А? Желедея. Я здесь. Слушай, Желедея, любимая, я свой красный галстук не могу найти. Ты знаешь, где он? Он на вешалке Мемтаз. Знаешь, ты прекрасно выглядишь. Эта вечеринка очень важна. И на этой вечеринке ты будешь дать благотвое предложение. Присоединиться к вечеринке Мемтаза? Ну, мне не хотелось идти без тебя. Я подумал, может, ты захочешь пойти? Ну, не знаю, может, как-то развеешься. Нет, откажусь я. Мне и так нормально. Кто же подготовил вас? Посмотри, Мемтаза состояние хорошее. Не заставляй его ждать. Сказал уже на вешалке, ты чего замер? Озан. Лучше бы я не предлагала ему. Что, дорогая? Когда я Озан рассказал о ужине, он сразу разозлился. Я подумал, что было бы хорошо, если бы он пришел. У нас был бы веселый совместный ужин. На самом деле, с одной стороны, это хорошо, что он не придет. Я вот почему говорю, ему будет скучно там, любимая. Это ведь ужин советов директоров. Там всякие представители, и ему там будет скучно. Там уже список приглашенных, уже месяц назад был составлен, и было бы сложно отписать туда Озан. Я вот почему говорю. Если кто-то на ужине будет против присутствия моего сына, я просто отменю его, и все. Значит, если выбирать между ужином с моим сыном и ужином с нашей делегацией, я выберу первое. Конечно, дорогая, конечно. Я бы тоже выбрал первое. Я бы тоже выбрал первое. Подожди, давай я помогу тебе. Сначала мне казалось, что из-за бюджета ко мне будут плохо относиться. Но это было не так, отец. Они такие хорошие люди, ты бы видел их. Они все шикарные. И в особенности учитель Тарек. У него такие прекрасные уроки, и больше всего в УЗИ помогает не он, знаешь? Ну хорошо, давай, давай. А, сын, дорогая, на кухне, в шкафу есть кекс, ты принеси его, хорошо? Хорошо, тетушка, сейчас принесу. Ну, Джингис, а ты что делаешь? Рассказывай, как у тебя настроение? Да что я могу рассказать тебе, тетушка? Я просто работаю. С утра до вечера, с вечера до утра, я лишь развожу посылки. Ну конечно, у меня ведь дочка учится, а я должен это делать. Ну знаете, хороший это комплекс. Дома, машины. Кажется, здесь или и танкоры поживать, не так ли? Да, в основном тут живут богатые люди. А, оно и видно. Брат Леша, а вы кем тут работаете? Вы что, при братнике? Или дома убираете? Нуран занимается уборкой, а я занимаюсь садоводством. Выпрасываю мусор. Делаю то, что могу делать. А, хорошо. Хорошо вы устроились тут. Хорошо, что я повидал тебя, брат Яшар. Ты восстановился? Вижу, тебе комфортно живется. Спасибо, спасибо. Кстати говоря, о уборке я забыла вернуть ключи 42-й квартиры. Ты потом вернешь им? Хорошо, хорошо, я потом занесу. Тетушка, вы так спокойно входите в чужие квартиры? Никто не возмущается? Мы вынуждены заходить, дорогой. Все-таки уборку делаем? А к чему ты спросил? Ну так, я просто поинтересовался. Богатенькие просто не любят, когда в их дома чужие входят. Я в смысле хотел тащить, как удобно вам работается или нет? Да, удобно. Спасибо им огромное. Они очень добрые люди и любят, когда им помогают. И они очень сильно доверяют нам. Когда у тебя столько денег, помогать мне это не особо сложно. А если это те, кто не помогает? *** Знаешь, после всего, что она сделала, пусть не давит на жалость. Нет, она устала, нет, у нее сейчас сложный период. Первую же неделю после развода она сделала себе губы. Ну да, да, конечно. Подожди, подожди, мой мужик пришел. Ты посмотри по ссылке платья, которые я отправила тебе, если понравится, купи. Давай, чмоки, пока. Тарык! Где тебя носят? Я звоню, ты не отвечаешь. Звоню в вуз, они говорят, ты не приходил. Что происходит? Боже, помоги. Проходи, матушка. Иди сюда. Где он? Он ведь тебе ничего не сделал, да? Нормально все с тобой? Где он внутри? Кто? Отец? Матушка, с тобой все нормально? Что он плохого мог сделать? Эдди? Привет, Джонушка, рассказывай, как ты? Я все смотрю в окно, жду, когда ты придешь. Иди ко мне. Как у тебя дела, Надеюсь? Нет никаких проблем? У меня-то все нормально. Ты когда приехал, почему не предупредил? Ты заходи внутрь. Не будем в дверях разговаривать. Давай. Давай, давай, в темпе. Добро пожаловать, Федия. Привет. Дженгис устал, Федия. Вы проходите в свою комнату, пусть он отдохнет. Было бы хорошо, брат. Тарык? Что с тобой? Ты очень задумчивая. Задаете вопросы, ты не отвечаешь. Еще не случилось. Посмотри на меня. В лицо мне посмотри, не ври мне. Что ты опять задумал? И в вуз ты не ходил. У меня были дела. Какие дела? Я сказал, дела себе. Дела. Я что, буду отчитываться перед тобой? Разве ты о каждом своем шаге отчитываешься мне? Что это такое? Ладно, дорогой, не кричи, я просто спросила. Ты почему так приоделась? Ты серьезно, что ли? Нас же пригласили. Жюлья, Дэй, Мюнтас, весь совет директоров. Только не говори мне, что забыл. И такое должно было быть, не так ли? Я подготовила твой наряд. Наденешь вот этот галстук. И эти запонки надень. Хорошо? Хорошо? Хедея. Инфригантка Хедея. Хедея, которая проворачивала дела за сочиной мужа. А теперь скажи, что Дженгиз должен сейчас делать с тобой? Дженгиз, не делай, послушай, я была вынуждена, но начинай это своим, Дженгизом. Привезла дочку Монтаро, еще врешь мне по телефону, что ты в измире. Я тебе жизнь не споганю. Дженгиз, это ради дочери, чтобы ты не помешал ей учиться. Ты ведь не оставил мне другого выхода, да ладно? Думала, ты возьмешь у меня кошелек, а я помашу тебе ручкой, да? Да? Ты подумала так? Не получилось, Хедея. Ты опять облажалась, Хедея. Хорошо. Ну, раз уж так, я пойду внутрь. И твоему брату и дочери все расскажу. Как тебе такое? Нет, Дженгиз, Дженгиз, стой, умоля, не делай. Откуда взялся этот неандерталец? У тебя сейчас там покой весь испортит. Яша, тихо, ради бога, сейчас услышишь же. Да пусть услышит. Как это пусть услышит, Яша? Получишь, что не ты, Хедея, Яша. Потом им все мозги он вынесет. Послушай, умоляю, Яша. Пожалуйста, успокойся, хорошо? Что я тебе говорил? Аслым будет работать и приносить деньги дома, разве я не говорил? Думаешь, я изредности не одобрил ее обучение? Меня интересуют лишь деньги, Хедея. А иначе какая мне разница? Пусть учится хоть на другую манцепланетку. Какая мне разница? И что это значит? Я вот что хочу сказать, дорогая Хедея. Здесь места богатые. Если ты пойдешь даже просто уборкой заниматься, тебе 300-400 будут давать лир. А ты любишь работать. Причем добросовестно будешь работать. Быстренько сможешь сравнять нас с богачами. Тебя ведь только деньги интересуют. Жизнь коротка, дорогая Хедея. И не нужно особо переживать от таких проблем. Сегодня мы есть, а завтра нет. Меня интересуют деньги, конечно. А иначе думаешь, меня это волнует? Думаешь, меня интересует ее учеба, твое вранье, либо же поведение твоего брата? Интересует. Ладно, Джингис, ладно. Я буду работать как смогу. Главное, чтобы ты не трогала сны. Молодец, Хедея. Молодец. Папа, я вымыла ванную. Матушка. С тобой все нормально? По-моему, соскучилась по мне, доченька. Она говорит, почему ты не сказал, мы подготовились. Не так ли, Хедея? Нормально, Седочка, не волнуйся. Нет никаких проблем. Как вкусно пахнет, здоровья твоим ручникам. Приятного аппетита. Девочки. Что вы делаете? Проходи, папа, садись. Нет, нет, не буду вас отвлекать. Я немного прогуляюсь и вернусь. Ладно, как знаешь. Ну, давайте. Сплетничайте, сплетничайте, дядюшка, ну. Да, не смейся ты. Вот, видишь, ты довольна тем, что сделала. Да, прекрасно получилось. Продолжение следует. Ты должна мне рубашку, или готовься к новым противостояниям. Я всегда готова, но ты опять кое-что забыл. Я ведь победил и признай. Хорошо, признаю. Тогда я должен победить. Или рубашку. Это именно то, что я хотел бы услышать. Быстро у меня получилось тебя убедить. Ты была превосходнее меня. Не могу не признать этого. Ослан. Кузина, вставай уже. Я устал. Давай погуляем, что-нибудь поделаем. Вставай. Ладно. Хорошо. Вставай. Так гораздо лучше. Тарик, дорогой. Если ты это уж и надеял, то сделай так, чтобы это все видели. Дай сюда, пожалуйста. Давай, дорогой. Мимитация жулида сразу не могла туда поехать? Нет, они скоро придут, дорогой. Боже мой. Кто тут неопрятный? Послушай. Как он попал в комплекс? Может вызвать охрану? Откуда мне знать себе? Сейчас спросим и все узнаем. Добрый вечер, господин. Вы кого-то ищете? Нет, я просто гуляю. А что? Кажется, вы не из этого комплекса. Могу я узнать, куда вы направляетесь? Куда захочу, туда и пойду. Ты что, хозяин этой дороги, что ли? А вообще, господин, чего тебя не устраивает? Это частная территория, уважаемый. Вы сами уйдете? Или мне вызвать охрану? Слушай, я просто иду. Чего ты цирк развел, не пойму? Учитель, добрый вечер. Добрый вечер. Папа, это тот учитель, о котором я говорил тебе. Учитель Тарык. Учитель, это мой отец. Твой отец? Вот, возьми, выпей. Спасибо, сестра. Эдия. В чем проблема этого Дженгиза? Он улыбается, развлекается, словно ничего не было. Знаю, я его скажу тебе, это неспроста. Что ему опять нужно? Да ладно, сестра. Что ему может быть нужно? Ему только деньги нужны. Что еще нужно человеку, который зациклился на трех курсах, которые приносила ранее ослым? Бессовестный. Ну, а что он от тебя требует, чтобы ты не давала деньги ей? Да? Я буду работать и все отдавать ему. А Суми теперь учится, не приносит деньги в дом. Он хочет, чтобы я заменила ее. Звонит Розия. Подожди, я приду. Учитель Тарык один из администраторов вуза. К тому же он живет в этом комплексе. Учитель. Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста. Недавно я... Ну, то есть, кое-что случилось, я не знал. И если бы я знал, что вы учитель моей дочери, я бы не вел так себя неуважительно. Вы уж извините. Ну, что вы? А я не догадывался, кем вы можете являться. Вы пришли навести доченьку или вы останетесь здесь? Знаете, так скажем, судьба привела меня сюда. Учитель, кажется, вы куда-то направлялись? Мы не будем вас отвлекать. Да, дорогая, мы идем на ужин. Мы ждем Мемтаза и Жюлиде. Вам желаю хорошо провести время. Передайте госпоже Жюлиде привет. Увидимся в возле. Хорошо, доченька. Спокойной ночи. Было приятно познакомиться. Мне тоже, учитель, мне тоже. С уважением и спокойной ночи вам. Пойдем, так покороче будет. Ой, нет. Шагай. Ой, Нуран, дорогая. Моя душа. Я, конечно, не хочу как-то давить на тебя, но... Все-таки я тоже переживаю, сама знаешь. Ну что ты, смогла поговорить с дочерью? Ой, Розея, честно, не было возможности. Мы с Илюль даже еще не пересекли, чтобы я с ней могла поговорить. Сегодня-завтра, надеюсь. Знаешь, Нуран, очень надеюсь. Ты говоришь, надеюсь, но при этом очень много времени же прошло. Сама ведь знаешь. Свежие дела нужно делать до тех пор, пока они не остыли. Ха. Если же ты не считаешь моего сына достойным, тогда, конечно, это другой вопрос. Не неси чушь, Розея. Что это за слова такие? Причем тут вообще это? Нет, дело не в этом. Поговорю я, я тебе сообщу. Ну, тогда хорошо. Но я жду от тебя новостей, имей в виду. Ну, ладно. Терпение мне. Терпение. Я, конечно, понимаю, немножечко потянуть временно. Настолько же. Мама, проходи. Мама, что случилось? Ничего. Случилось же что-то, я вижу. Давай, присядем с тобой и поговорим. Эй, Люль. Я сейчас у тебя кое-что спрошу. Но ты не здесь, хорошо? Хорошо, матушка, не буду я злиться. Сдавай вопрос. Смотри, ты уже не ребенок, дорогуша. Ты выросла. И слава Всевышнему, ты стала у нас прекрасной дочерью. Я даже не знаю, как тебе сказать об этом. Ты хоть иногда задумываешься о том, чтобы, может, выйти замуж? Создать семью там? Нет, матушка. Я сейчас не задумываюсь об этом. К тому же я думаю, что мне рано еще. Ладно. К тому же и так будет, так как хочешь ты. Но если все же у тебя в голове появится какой-нибудь кандидат, об этом уже потом будем думать, Муран Султан. К тому же у меня есть такая семья с тобой, с папой. Разве я покину вас, иди ко мне. Иди. Моя верная доченька. Нет, тебе же просто нужно позвать свою доченьку и рассказать. Так-то, 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 так-то. Рассказать, какой шанс выпал ей. Что же мне, матушка? Она упрямее доченьки оказалась. Подожди. Я ведь сейчас ее зажала по телефону. Может, она пойдет и поговорит своей дочери. Кто это? Твоя теща звонит. Ну, с богом, ну, с богом. Давай, давай. Да, Муран. А, Разия. Я поговорила с Эйлюль, вот решила тебе сообщить. А, ну, хорошо. Я вот что хочу спросить. Нам шоколад, цветочки, уже начинать покупать? Нет, нет, Разия. Нет, нет. Просто... Эйлюль? Ну, то есть, кажется, что она хочет пожениться, но... Она сказала, что сейчас не время. Но почему же это? Она считает, что равно слишком. Она хочет отучиться работать. Ну, так пусть учатся и работают. Мы ведь не будем говорить ей, что сиди дома, не работай, не учись. Да, конечно, это так, но... Ладно, Разия. Знаешь, как скажет дочь, так и будет. Я, как мама, завела разговор, получила ответ, и больше ничего я не могу делать. Сейчас молодые не такие, как мы, понимаешь? К тому же... Ее отец тоже против. Сказал, что она еще маленькая. Ну, Ран, дорогая, мы тоже, знаешь, не торопимся. Мы просто подумали, что пока есть возможность, нужно немедленно создать семью. Вот и все, дорогая. Но послушай, что я хочу тебе сказать. Ты все же не давай своей дочке забывать об этом. Хорошо? Иногда поднимай эту тему, чтобы она уже привыкла к этому. И господин Ешера тоже передавай огромный привет. Хорошо. Ты смотри, она так себя ведет, будто она какая-то принцесса. Что она говорит? Что она может сказать? Не хочет она, видите ли, Рана. Ты смотри на эту недотрогу. Через несколько дней ее поздно будет, а она не знает об этом. Видишь, что с нами случилось в итоге? Видишь? Как мы ее убедим пожениться? Через пять лет ни компенсации ни ее уже не будет. Все было зря. Но подожди, не надо сразу расстраиваться. Я с этим разберусь. И как же, как? Это дело зависит от Ешара. Послушай, ты завтра с утра пораньше и иди к Ешару. Хорошо? Постарайся влезть к нему в мысли. Как же? Ты не волнуйся. Я сейчас объясню тебе, что надо делать. Хорошо, мой красавчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok